Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как можно защитить свой сад, огород, цветник от болезней и вредителей, и при этом не навредить ни себе, ни окружающей среде, а наоборот, даже улучшить ее состояние. И здесь вам помогут биопрепараты на основе естественных природных культур грибков. В частности, Профит Баверия. Это биопрепарат на основе грибка Баверия басси, Баверия бассиана. Этот грибок очень особенный. Дело в том, что он своими выделениями, своей жизнедеятельностью способен уничтожать изрядную часть вредителей как на растениях, так и в почве. И более того, он способен бороться с таким опасным заболеванием, как фузариозное увядание. Фузариозное увядание – это основная причина гибели многих цветочных растений, декоративных растений, которые испытывают стресс при пересадке. Этот же фузариоз часто губит газоны. Знаменитая снежная плесень, выпривание – это все последствия работы этого грибка. И часто обычные пунгициды справиться не могут, либо мы сами не хотим их использовать. В таком случае профит Баверия поможет вам разобраться с этим грибком раз и навсегда. Главное условие – регулярное его использование и по инструкции. В чем особенность этого препарата? На вулканическом минерале – циолит, либо на агроперлите – живет культура Баверия-Басси. Причем не абы какая, а самая отборная, самая агрессивная, как такой бойцовский питбуль. Попав вместе с гранулами циолита или агроперлитов в почву, грибок быстро там распространяется. И попав на вредных насекомых – нематод, червячков, жучков – он вызывает их заболевания и гибель. Контактируя с вредоносными почвенными грибками, Баверия тоже подавляет их. В результате заболеваемость фузариозом резко снижается. А если на основе профин Баверия вы приготовите раствор и обработаете свои растения по листу, это будет способствовать уничтожению не только насекомых, но и клещей. Причем абсолютно безопасным способом для почвы, для воздуха, для воды, для всех остальных живых организмов. Сам по себе даже циолит, который используется при производстве профит Баверия, он является очень ценным минералом. Дело в том, что он способен задерживать на себе удобрения, улучшать их диссоциацию, передавать эти удобрения, эти макро-микроэлементы в почву. Ну и естественно, это все благоприятно сказывается на биофлоре, микрофлоре нашей почвы. Еще один момент при использовании профит Баверия – это применение ее для улучшения компостирования. Мы все опасаемся, что попав в компост, заболевшие листья, плоды, фрукты, овощи сохранятся, там свои свойства, а именно сохранятся споры грибков, которые это вызывает, болезни, сохранятся бактерии. Так вот, если проливать компост раствором профит Баверия, количество болезнетворных микроорганизмов резко снижается. Происходит не просто оздоровление вашей почвы, вашего компоста, но и повышение его плодородности. Такая почва, такой компост фактически повышает урожайность при использовании на ваших грядках, на ваших цветниках. Кстати, на растворе профит Баверия можно замачивать черенки, семена, проливать рассаду. Использование раствора профит Баверия для полива комнатных цветов избавит вас даже от такой головной боли любого комнатного цветовода, как комарик. Его личинки подъедают корешки у наших комнатных цветов или оранжерейных растений, вызывая их увядание. И заметьте, никаких побочных эффектов для вас, для ваших домашних животных, абсолютно только сплошные плюсы. Поэтому я считаю, что у каждого цветовода, садовода, огородника дома в садовой аптечке обязательно должны быть и биопрепараты. В нашей современной экологической обстановке, согласитесь, так важно вовремя восстанавливать равновесие в природе. И в этом вам помогут препараты серии профит, основанные на естественных природных микроорганизмах, грибках и бактериях. Процветания вам и вашему саду. С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и спасибо вам за те лайки, которые ставите вы нам после каждого просмотра. Нам это действительно очень важно. До новых встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин